Продолжение следует... 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 Это уже початок нашей организации. И он уже некофициально с конспирацией, с некой программой деяния, с политичной программой, так, своей, с самого початку заснулся. Хотя это было один их шесть человек. Шесть человек было в початку. После отсеялось карач и отсеялось лёте. Ну, мы просто это зарабили, допустили спочатку помылку, и это без моего ведома, не лечено то, что, так сказать, я был инициатором, одним из инициаторов створения этого подполья. Так, просто привели хлопцы своих девчат. Ну, ях, звучай, на молодь, не яг, так. Как, и он, значит, был в организации, а я говорю, сабровка не была в организации. То же самое, гордейка привёл карач Нину. Так, и Нин, не усаднивший, так сказать, ну, с ядром. А у карач Нины была сабровка Люди Ковальчук. И она запросила Люди Ковальчук. Всё равно их быцем бы некие такие, ну, такая гульня, як там, в этом самом поставахе, в глубокем, разумеется. Не серьёзно подходили до справы. А после обоявилась, и, коли не пришла карач, не заявилась на наступную сборку. Но сразу стало, сразумело, что допущена помылка. И помылка, якую у подпольли фактично уже не выкрасили. Житая не сторонка с некой газеты, с некой книжки. Раз человек уже ведая об этом, значит, организация провалена. Фактично. И он не пошёл, не заявился. Значит, организация провалена. В то время было от них позбавиться. И Люди была. И мы, пролёди, ну, так объявили, что по разных причинах организация неяснуя. Организация не может быть створена тому, что, ну, побоялись некоторые, а некоторые просто, может, не захотели удельничать, что это вельми небеспечно. Короче, в общем, мы при её отказались и сказали, что организация больше неяснуя. Капьяна передала Нине. И мы разошлись, и некольки тыдни, может, на этой коле месяце, мы не сбирались на угол. Хотя меж собой, хлопцы, договорились, что будем менять место сустречи. И стараться на угол не показывать абсолютно, идти у подполья от женщин. Так. Мы обновили после, значит, справу свою, али их не выротовали. Мы просто хотели выротовать. Мы не то, что не доверали, или отече, там, кому. На этой Нине мы не имели права не доверать, али отчували, что это ненадейный элемент. Что такую битву повинны истить только мужчины и только проверенные мужчины. А люди, которые уже мужчины, тем больше, которые не вельми подходят, не вельми перспективные, мы не старались утягивать. Организация не повинна была, мы в первую чергу поставили такую задачу, не гнаться за колькостью, ни уяким выпадком. Нам непотребны шаупинья, непотребны люди, от яких никакой користи в перспективе. Повинны быть только те, кто может повести справу и через год, и через два, и через десять год. Так. Далее было, это уже в процессе деятельности, вырешено. Ну, например, не будя некой войны, на что мы различивали и такие чутки долетали до нас с замежи. Так. Не будя некой нам подтримки с замежи. Мы повинны будем вариться у своим соку. А без конца дейничать мы не сможем. Нете будет та граница, до якой мы дойдем, например. Так. А после, что некую революцию, об чём говорили следшие, об, так сказать, извержении советской улады, этой группкой людей, нехай она была бы и тысяч, некольких человек. Мы ничего не смогли взорвить, потому что на наших вачах топили у криви и той же польские, той же польские рухи, ческие рухи, и нареште всю Амаль, все Балканы. Так. Как мы бачили, на Украине такий рух был, довольно сильный рух, в 46-47-м годе. Фактично это был подрихтованный замежой, вельми широкий украинский национальный рух. И он не мог сделать ничего, кроме множить охвяры и множить вязни. Не могли большевицкой. Поэтому мы ни на что на это не различивали. Хоть теперь некоторые обвиняются, как быть самым, мы были настолько наивны, что собирались чуть не революцию зробить в Советском Союзе, а отделить Беларусь. Неправда. Это был просто патриотичный рух, який рихтовал Глебу, национальную Глебу, на выпадок войны. Как мы были уже, так сказать, на месте, готовы могли да помахчи. Далей, калиб, навыц не было войны, настолько был мощным шквал пропаганды советской, разложения морального и национального разложения, особенно в заходной Беларуси. Возьмите, вот эта сучасная пьянка, гэта поднанность, гэта фальшивость, гэта безбожнятство. Грати, гэта моральные устои, яке были да гэта у заходной Беларуси, яны глушилися шквалом большевицкой пропаганды, агитации и поводзинами тых осадников, яке просто патоком плыли на наши земли. И все яны, все яны были настолько анти-беларусские, и мы бачили, интеллигенция бачила, что с воспринятием гэтага, 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 гэтай плыни мы тратим усе свое беларусское. И культуру, и национальные некие святыни, и помники, и истории помники, и письмовые помники. Грати, гэта, 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 гэта. белорусскость знищают. И они гвалтовно наступали на все это. И вельми грубо, вельми... Ну, когда бы это хоть крышку не прихована, не было мальски спланована, али по культурному ровилась, то может оно меньше обужало, меньше, так сказать, противопоставляло. А когда оно в такой грубейшей форме, с матюками, идти на церкву, с матюками этими российскими, вельми виртуозными, исти на культуру, разумеется, тем больше, что пьяным выглядит, а это было от самых простеньких неких шпионов этих подсадок, этих провокаторов, до кировництва районов, разумеется, чем больше начальник, тем больше матерщинник, это так резало слых и зрок, что невольно мы грунтовали супротетов. Так, как и тыя глыгоцкие хлопцы, девчата, так и пастанские, это было по всей Беларуси, особенно заходней. Все с жаком глядели на это, что пришло на наш край. Некая страшная навала, как гуны. Вот это было основной причиной, что мы почали бунтовать. А, я закончу думку, початую ранее, ну вот, например, мы и снуем, и снуем, и снуем, и далее, что? Ну, например, проводим некую работу, будем молоть. Так, крышку сопротивления, это было фактично сопротивление режиму. Так, а далее, что? А далее, все, тупик растая. В этом выпадке мы плановали, что коленейки район, что-то район, что-то некая, может в область, может некий регион ответный, будя охоплены, мы будем лечить, центр будет лечить, что он охопленный, так сказать, нашей працей, есть наши люди, не треба как много, важно, как там был некий центр, некое ядро, какое сможет реаговать в потребный момент. Мы его консервуем, этот регион. И до тех пор консервуем, пока не появится необходность заклику его додейения, отповедного часу. Так. Это давало некий выход, что нет свои центры, нет свои очаги, нет свои кропки в Беларуси. Аля же это не так просто, те кропки, в тем режиме. теперь и то мы вот побаиваемся, робим все это, али мало, травм, наверное, ничего не можем знать. А в той час это малейшая помылка, самая маленькая помылка, это уже все, это провал. И такая помылка мне сдается, я докладно не ведаю, я хотел доведаться, сэндзе была допущена помылка нами. Помылок было, помылок коридеж першыню по этим шляху, по таким слизким шляху, то без помылок не может быть ничего. У нас же не было никаких инструкций, у нас не было никаких попередников, да иного в Советском Союзе ничего не было, не тер, однеколь подчеркнуть, каким повинно быть подполье, где были помылки допущены попередниками нашими национальными треми группами, которые все же таки проваливались. Поэтому помылки могли быть. Хотелось вот как раз теперь для того, как пора идти иншим, кто будет колестью может створать подполье, аналогично чем может совсем меньше, или все же таки некоторые моменты можно выкористать. Так хотелось их видать. Где мы споткнулись? Мне сдается, что мы споткнулись на Новоградку. Нас провалил Новоградок. Нам стало ведомо, значит, неде у мая месяцы мы створали группу початку мая, мая условиями, неде у червени месяцы, а может в конце мая мы объедналися с барановичами, створили группу барановичей, неде у червени была створена группа не ранее, в мае месяце была створена группа в Бресте. Так в том же самом конце мая была створена группа в Жировицах. Так и когда мы выехали на створенную в барановичах группу на объединение, у нас уже было некольки таких групп, разумеется, и в основном это при научальных установах. Брестский чугуночный техникум, Жировицкий сельско-господарственный техникум, Барановичский латноставницкий институт, и было пожелано, поколька мы видели, что Новоградок это центр белорусскости, и кеда много для культуры Беларуси, мы хотели быть обовязкован Новоградок. не ведали, что там есть организация Новоградка. В Барановицкой, среди барановицких хлопцев институтских были хлопцы с подлюбчинь, с под Новоградка. Я докладно не ведаю, может, и с инженом, с частным Беларуси. они лечили себя в всяком выпадку, так сказать, хилились до Новоградка. И они сразу сказали Барановичу, что мы выйдем на Новоградок. Мы выйдем на Новоградок. Было только застерога, что повинна быть строжейшая конспирация. Вы разведаете як там и что там в Новоградку, али не старайтесь уходить в объединение Новоградское. Неде у вересня месяца нам стало ведомо, что у Новоградку яснуя довольно великая группа. Изовет цена союз вызволения Беларусь. И героя этой группой нехто казак. Ну, имя я не ведал. Коли стало ведомо центру, что точно стало ведомо мне и вересня месяца, я так и группа этой сбираются амаль открыто, а там больше двадцати человек, так, сбираются на некие сходы, вырешая некие пытания и их протокольно оформляя эти свои нарады и что есть у группы намер идти на во всяком выпадку обмерковывается пытание идти на некие порушения, так явные порушения, там эти провокации, муравищения, что такое, разумеете, была дана команда ни в яким выпадку не входит у склад этой группы, ни в яким выпадку. Это явный провал. Але новоградские хлопцы, это ж вельм складана, ожидающий организовать в новоградку некий своих поколок этих областных организаций. И третье коло, это уже периферийные районные организации. А я не могу сказать, что человек куплен приблизно. Я не могу сказать, но судили, я так само не ведаю, потому что нас судили четыре человеки. Одну в русскую пришло, Так. А у Барановича судили, не ведаю, не то 25, не то 27, не то 23, я докладно не ведаю. Хотя хлопцы с хлопцами переписывались с некоторыми. И пытал тут Ракевич до смерти живых слонями некольки год. Ну, или чемусь хлопцы, читаю их такая короткая память, мне назвали прозвище у всех. Сдается 23 человека меня назвали. 23 или 25, где там есть у меня книги. Назвали прозвище. Или там чемусь состоит и Геннадий Казак. Хотя он, повиня бы выйти по инжей справе. А словенским скажем Барановичах или чьим местом судили? Барановицких, Брестских, Пинских, Новогродских судили у Барановича. Ровицких судили у Барановича. А меня одного, ну, отнимали меня специально в одиночестве подделить от остальной группы. И все время мне обещали, что мы сделаем себе такого врага белорусщины, что тебе заплюют потом твои севры. Так, что они там робили, что они им говорили, я не ведаю, мне не ведомо. так, нас четыре человеки, три человеки из Молодечинской в области имени четвертого. Молодечницу судили в Минске. Меня судили после уже Барановичского процесса, а некоторые дни после. Ну что еще тут можно? Ну вот так казалось, что они меня не дал вас. Зарубим вас скоро говорят. Как раз той студент Ганцетска предучилища, Люди Ковальчук, Казак Янац, которые не ведают, Керного Миколая не ведают, Красковская Вячеслав Вячеслав разум не был размещен в лекарме и дети.